Сейчас у нас будет урок Дензи Хаоу, он будет в корпусе Чяо Хи. Обычно я прихожу делать домашние ожидания именно вот в такие пустые классы, потому что все-таки в общежитии ты не можешь прям полностью собраться, заставить себе сделать что-то именно по учебе, потому что там ты хочешь поговорить с родителями, погулять с друзьями, выйти на улицу и все такое. А здесь как бы сама атмосфера тебя натаскивает на то, чтобы поучиться. Вот, поэтому я часто именно здесь пишу лекции с пар, делаю домашние задания и все такое. В классе есть розетки, а интернет здесь еще ловит такой, университетский интернет, за который мы платим, поэтому все работает. Сейчас мне надо написать лекции по паре Дензи Шанву, это электронная коммерция. Это мои ежедневные, кстати. Я там пишу всякие дела и свои мысли. Это моя ежедневная стратия по электронной коммерции. Вот так вот мы пишем на тайском, потом на русском, чтобы хоть что-то понимать. Иногда записываю то, что учители вдруг сказали на уроке. Вот, а это моя тетрадь по менеджменту. Обычно учительцы в урок успевают очень много слайдов и китайцы могут прочитать учебник, они понимают это все на паре. Для иностранцев же это немножко такая двойная нагрузка, потому что на паре мы поднимаем где-то 60-70 процентов, чтобы учебник прочитать нам нужно тоже больше времени, чтобы понять, что там нам нужно это перевести. Потом посмотреть другие русские сайты, например, чтобы больше было информации, чтобы мы прям окунулись в эту тему, как делают это китайцы. То есть они особо не напрягаются на парах, часто там сидят в телефоне, слушают просто учителя. Нам же нужно написать с презентации слайды, это все перевести, прочитать дополнительную информацию на русском языке. Вот, если какие-то непонятные вопросы, конечно, мы подходим к учителю, но это все равно мало чем помогает, больше здесь саморабота именно. Смотрите, как красиво выглядит переход. Я вошла оттуда. И вот так вот выглядит переход. Бамбук. А это главный центр нашего корпуса. Вот это выход зеркала. Мы идем в другой пол, потому что мне надо отдать градусник моей подруге. Это кухня. У нас есть кухня общего пользования и мусульманская кухня. Как такого разделения я не знаю, потому что все готовят на такую кухню, которая ближе к их комнате. Вот настолько тихо у нас с утра. Потому что сейчас спят, а вечерами бывает очень плохо. Там при выходе еще надо проходить Face IT. Тебя сканируют, и ты выходишь. Все, это наш внутренний дворик. А вот там вот административное здание. То есть у нас как бы это вот это A-блок, вот это B-блок, а вот там вот C-блок. В C-блоке сидят кураторы, там офис, всякие бумажки получать, подписывать. Давайте посмотрим, что есть в холодильнике. Обзор в холодильнике. Чипсы, пастила, чипсы, они очень-очень острые. Потом колоссаны, чипсы, печеньки, булочки, сосиски, яйца, рамены и напытки. А вот там вот есть книжки и всякие игры на столе. Так. Привет. Опа. Здорово. Проходим в Face ID. Тут у нас Ваймай. Тут у нас зеркало. Теперь из выхода, посмотри. И мы входим на пару в горы. И мы идем. У нас сегодня одна пара китайского будет с 10-13-12-10. Тут у нас стоят мопеды. Вот так выглядит наше общежитие. Мы там входим. Называется оно Люсиэшнгуню Хайтхэньве. Вот так вот. Вот это огромное здание. Это все один комплекс соединенный. То есть это корпус A. Это корпус B. Это корпус C. И там еще дальше корпус D. И это все только одно учебное здание. Таких у нас два. Вот. Это называется Тяо Си. То есть учебное здание расположено на Западе. Еще одно есть на Востоке. Они огромные. Но у нас не только эти два учебных здания. У нас еще учебные здания по факультетам. То есть факультет иностранного языка у них одно учебное здание. Факультет наше вот это у менеджмента или управления что такое. Тоже у них свое учебное здание. То есть у нас на кампусе очень много разных учебных зданий. В основном пары проходят вот в западной и восточной части. Вот в этих вот больших учебных зданиях. А вот которые разделены по специальностям. То есть там либо сидят ну как управляющие. Которые вот ответственны за потоки людей которые учатся на этих специальностях. Сейчас я нахожусь около Тяо Тум. Тяо Тум это учебное здание на Востоке. Это практически на выходе из корпуса. И вот тут вот дворец спорта. И так он называется. Но это там где проходят всякие баскетбольные игры. Волейбольные. Тут у нас проходит физкультурные уроки. Тут такой большой. Если обойти это здание он еще окажется большим. Это как бы не главный вход а боковой вход. Вот поэтому здание вот так вот уже. А за ним располагается большая площадка для бега. Когда классы не используются для уроков. То есть они пустуют. Мы можем приходить туда. И как бы тренироваться. То есть делать все что мы захотим. И вот я хочу посмотреть в свободе. Или там класс для танцев. И потанцевать в единосике. Там еще есть класс где проходит Тэквондо. Там тоже можно проходить и заниматься. Вот так вот выглядит изнутри. Там большой баскетбольный корт. А тут у нас проходят уроки Тэквондо. Вот там один мальчик он занимается. Я думаю что он не по урокам. Сам пришел. И вот тут вот у нас проходят кстати уроки танцев. Как видно к сожалению там сейчас урок. Я хотела потанцевать. Ну а значит мы идем за кампус. Вот так вот у нас убирают. Бегут деревья и кустынь. И тулечки. И бабулечки. И мусор убирают. Так что на кампусе очень чисто. Приятно. Вот так вот выглядит обсюжение для китайцев. Живут они по четверо. Человек в одной комнате. И женский корпус отдельно от мужского. Это нам сами китайцы рассказали. Еще у нее в комнатах нет туалета и ванны. То есть отдельные комнаты у них ванны и туалеты. То есть им нужно выходить. Надо даже через балкон проходить. Основным источником движения для китайцев являются. Велосипеды и мопеды. Вот это вот кстати. Мопеды от нашего кампуса. То есть это северо-плитехнического университета мопеды. Их мы ориентуем. Это автобусы которые ходят из кампуса в кампус. Потому что до ближайшей станции метро. Где-то 30 минут на машине. Вот. И в час до города. И из нового кампуса. То есть где мы сейчас с вами находимся. До старого который находится в городе. В районе Бейлинчи. Ходит вот такой вот автобус. Это школьный автобус называется. Или университетский. Короче Сяучхо. Стоит он 5 юаней. Ходит по часам. Вот. Вот так вот мы кстати добираемся до города. Это выход не главный. Это выход сбоку. И это выход в деревню. Мы находимся рядом с деревней. Называется Тунда. Так вот выглядит деревня. Рядом с которой мы находимся. Сейчас я иду в большой магазин. У нас на кампусе есть. Есть магазин. Называется Сюэшэнчхаушэ. Ну. Я хочу вам показать. Магазин который находится здесь. За территорией кампуса. Он называется Вангтя. 10 тысяч. Не знаю чего. Вот. Идем. Тут за кампусом есть все. И постричься. И книжки купить. Ну. Больше всего здесь конечно. Всяких ресторанчиков. Магазинов. Светы. Все такое. И тут реально живут люди. Это прям деревня деревней. Очень милая. Иногда. Здесь кстати. Что замечаешь. Здесь дети. Они не играют в телефоны. То есть они между собой играют. Это очень круто. Вот. Это какое-то здание административное. Видимо. Я не буду утверждать. Потому что мы обычно просто смотрим на него. И вот за этими воротами там находится детский сад. Или школа. Этой деревни. И сама деревня тоже. Вот. В ту сторону находится. То есть я ее как бы сейчас обхожу. Потому что мы пойдем с вами вперед. А чтобы зайти прям в эту деревню. Нужно пройти вон туда. А я иду по окраине. Как бы по обочине. Этой деревни. И тут располагаются всякие магазинчики. Аптеки. Ресторанчики. Кафешки. И все такое. Вот. В этой кофейне есть где посидеть. Поэтому часто я здесь сижу. И пью кофе. Делаю свои дела. Отдыхаю. Тут вкусный кофе кстати. Мне он даже больше нравится чем Lucky Coffee. Самый знаменитый кофе. А это Си Юн Кафе. А сегодня кстати 8 марта. Это вот огромный магазин. Где есть все. Наш магазин на кампусе. Который он намного меньше. Этот намного больше. И разнообразнее. Здесь и все. Прям все. Тарелыши. Канцелярия. Соусы. Субпродукты есть. Всякие вкусняшки. Тут разные фрукты на развес. И большой выбор. Каштаны. Я не знаю что такое. Маленькая какая-то тыква. Эти замороженные продукты. Мороженные пачками. Дюрья. Там вот суппродукты. Яйца. Огромные продукты. У нас рядом с кампусом находится рынок еды. И мы что-то купили. Потом будем пить пилисор. Я пили еду. Не халовер. Такие вот здесь очки снявки. Как вам? Могу спросить? Очень хорошо. Очень вкусно? Кальмар вкусный? Осьминог это вкусный. Да какая разница. Морская тварь какая-то. У китайцев уже активное утро. Кто-то играет в теннис, кто-то в арминтонах. Вон там вот на футбольном площадке уже играют в футбол. Итак, рассказываю. Я уже очень сильно устала от китайской еды за 6 месяцев. Прошлого семестра мне ее хватило. Все вот эти китайские булочки. Китайская еда острая. Такая немножко легоноватенькая. Очень сильно повлияло на мою здоровье. То есть у меня достит. Вот. И поэтому... Ну и уже приелось как-то. А на завтрак что-то хочется такого легкого. Поэтому вот в нашем Сешеншхауше. Это арминский магазинчик мы его называем. Я беру вот такие наборы. Там и помидор, и огурец, и фрукты за 8 юаней. Сейчас курс 13,5. Это около 104 рублей. Вот. И конечно кофе. Потому что кофе я очень сильно люблю. И без него я не могу. И я готова все деньги играть на кофе. Вот. Потому что это залог моего хорошего настроения на весь день. Сейчас мы быстренько покушаем. Кушать мы сегодня будем, кстати, на природе. Потому что сегодня, как видите, прекрасная погода весенняя. Тепленькая. Немножко с таким прохладным дитерочкой. За кофе, короче, мы идем вот в эту столовую. Там у нас на третьем этаже находится Лакин кофе. И вот сегодня я не хочу идти за кампус. Поэтому жила кофе на кампусе. Идем запираться. Это китайская столовая. Мы идем на третий этаж. Здесь эскалатор наверх, но вниз мы будем спускаться по лестнице. Какие-то уже не то что забегаловки, столовые, а тут уже вот ху-го. Это прям ресторанчики. И вон он Лакин кофе. Вот мой сегодняшний завтрак. Латте, натхе и фрукты с овощами. И есть мы сегодня будем с таким прекрасным видом. Солнечной погодой на лавочке. Кофе, кстати, стоило 9,9 юаней. То есть завтрак у меня вышел на 17,9 юаней. Ну и там умножить на 13,5. Я пока делала уроки, проголодалась. У меня пара с 4 до 5,40. Потом хочу пойти в спортзал. Поэтому решила пообедать перед парой. Чем мы будем обедать? Я всегда покупаю яблоки и аннигири. Смотрите, китайцы отдыхают на полянке. Это, кстати, наша речка. Это самая речка. Искусственная. А мы с вами идем на пару. Это пара по английскому языку. Называется она что? Ну вот смотрите, наслаждаться и осмыслять английские фильмы. Мы смотрим разные английские фильмы. У нас дебаты. Это больше как практика английского языка. Потому что мы смотрим фильмы на английском. Мы батл, ну не батлы устраиваем. А когда топик один разбираем. С одной стороны стоят трое людей. С другой стороны трое людей. Они между собой спорят. Это как какая-то тема. Интересная пара. Это у меня по выбору. Смотрите, кто-то учится. Кто-то там пикничок устроил. Читают что-то. Вот у нас получается здание в Гуэнли Шуэн Ли. Это учебное здание. Там где мы решаем вопросы, связанные с Гуэн Ли. Это с менеджментом. И вот главный ворота, кстати, нашего университета. Там еще памятник. Две руки и склоненная голова. Мужчина к мечу. Вот еще один памятник горы. И там главный выход. И рядом с главным выходом. Там вот находится Тяо Тун. Это учебное здание, находящееся на востоке. Вон еще учебное здание. Это, кстати, учебное здание, к которому я прикреплена. Это наше Гунгун Чэн Цу Ю Куань Ли Шуэн. Сейчас в направлении что-то там. И вот это вот Ли Шуэн. Короче, вот еще учебное здание. И за ним как раз наш большой Тяо Тун. Который тоже делится на корпусы ABCD. Вот план, кстати, здания. Вот так вот это все выглядит. Мы сейчас зашли с вами в C. Нам нужно попасть в D2. Изначально нам нужно подняться. Мы идем туда. Вот так вот это выглядит все внутри. Вот там стоят кулеры с водой. Горячий-холодный. Вот так вот написано, когда идет класс. На этих там печками везде сейчас нет класса. Иногда, когда нет класса, китайцы занимаются в этих аудиториях. Они обычно занимаются. У меня в... Видите, там девочка сидит как класса. Нет, но она занимается делать домашки, проходит предметы. Потому что у китайцев не очень, как мне сказали, общежитие удобное. Поэтому они привыкли заниматься здесь, в учебных зданиях. Ну конечно, они живут четверо в одной комнате. Сегодня какой-то невероятный день. Посмотрите на это солнце. Это какое-то вообще красота. Вообще просто. У меня уже, кстати, закончилась пара. Длин, ну солнце вообще просто. А я сейчас вот думаю, куда я пойду. Наверное, сейчас я пойду в спортсаль. Я так лень, если честно. Смотрите, у нас там есть площадка, где катаются китайские стильта. Попробуем. И запечатлеть мне телефон. Это вообще волшебный какой-то момент. Я возражаюсь после тренажерного зала. Протанцевала. И сейчас такая погода. Немножко холодно. Такой дует. Приятный, свежий ветерок. И просто ты идешь, ты дышишь этим прекрасным вечером. Ты видишь эти горы. И слышишь питание птиц. Это прям вау. И такой, знаете, такие сумерки. Я не знаю, это, наверное, ни один телефон вообще не передаст. Во-первых, такой дизи. Сейчас это просто невероятно. Здесь атмосфера. Блин, я надеюсь, телефон передаст звуки вот этих птиц. Потому что они настолько какие-то уникальные. Короче, это просто сказка какая-то. Непередаваемая сказка. Вот так вот именно называется. Музыка. Музыка. Помимо учебного образования здесь, в университете, у меня еще есть дополнительные курсы. Например, вот сейчас у меня будет испанский язык. Проходит он по приложению Skype. Обычно. И вот. После испанского я пойду куплю яблоки. Перекушу. Отдохну. И надо будет делать домашнее задание. Потому что завтра у меня просто день ужасный. Потому что у меня будет три пары подряд. И еще вечерняя пара на три часа. Вот так вот живем, живем. И надо сделать две домашки по большим предметам. Это электронная коммерция и этот Гуан Ли Шуэ Юэ Ли. Это менеджер. Сейчас мы с вами идем на один из самых больших предметов, который идет три пары. Ой, ну две пары подряд, три урока. Сычка, огромный класс. Здесь мы проходим менеджмент. У нас на кампусе растет сакура. Просто не представляете, как невероятно она пахнет. У нас пара в 21-25 закончилась. Вот поэтому менеджмент. У нас во фруктовом магазинчике продаются вот такие нарезанные фрукты с йогуртом. 10 юаней стоят. Я на вечер беру. Так, все, мы выпекаем. Я очень люблю, чтобы у меня вкусно пахнет. Так, почему дверь в туалет открыта? Поэтому сюда, 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 сюда. Вот, а еще в Китае я часто покупаю кокосовую воду. Все говорят, что она на вкус странный. Мне нормально. А еще я ужасная жертва маркетинга. Если мне говорят, что-то поможет мне стать здоровой, красивой, умной, там, счастливой, я покупаю это и наслаждаюсь. Фальтюнчик надеваем. Раз, готово. Потом мне надо взять мой дневник-блокнотик, с которым я сейчас буду писать свои делишки. Я сама его обклеила. Потому что он был какой-то подерганный весь. А я захотела его разукрасить. Все, надеваем свои штиблеты и бежим на пару. Сегодня прекрасная погода, солнечная, немножечко холодно, но да ладно. В Китае едет автобус, который приехал со старого кампуса. Так, у нас начинается миграция народов Китая. Сейчас все бегут на обед. Это только, опа. Это только мы бежим на пару. И просто посмотрите, там просто куча людей. Там толпы, вот. В Китае есть выражение море. Что там море вроде бедеет? Вот это правда. Ты идешь и попадаешь в этот поток. Говорит, когда... Так, у нас сейчас происходит дискотека. Да? Да, почти. Да, почти. Еще пара официально не закончилась. У нас физкультура отпустит на 10 минут пораньше. Поэтому китайцев очень мало. Но сейчас через 10 минут будет прям наплыш, наплывом. Вообще, какая-то красота.